На колыне в Бушниково разыгралась непогода сейчас, море штормит, неплохая прижимая волна, порывистый, шкварный ветер. Несмотря на такие погодные условия, жители Бушниково целый день приезжают на место крушения, потому что говорят, что такого здесь не было никогда. Чтобы вы понимали, сейчас полный от лиц и до корабля примерно 300 метров. Россия следит за тем, что происходит на берегу Татарского пролива. В Углегорском районе сел на мель сухогруз «Меркьюри Оушен». Судно ходит под флагом Панамы, 16 октября оно прибыло в порт Бушниково и встало на рейд для погрузки угля. Загружено около 12 тысяч тонн. На борту 20 человек экипажа. Пока не удается выйти на связь с капитаном, спасатели уверяют, команде ничего не угрожает. Выходил капитан на связь с ними. До обеда выходил, после обеда на связь с ними выходит. Продукты есть, вода есть, на судне тепло. Экипаж не удается снять с судна из-за шторма. Высота волн 2,5 метра, скорость ветра около 20 метров в секунду. На помощь из Корсакова вышел спасательный буксир «Берингов пролив». Ориентировочно подойдет к сухогрузу вечером во вторник. Длина «Меркьюри Оушен» 189 метров, вместимость 50 тысяч тонн угля. Пока не приехали спасатели, на берег съезжаются местные жители. Панамский сухогруз привлек внимание всей страны. За всю прожитую жизнь в поселке Башняково такого никогда не было. Это очень сильный шторм. Непонятно, почему это получилось. По всей видимости, сорвало просто с викорей корабль. И моторы, наверное, не успели все-таки запустить. Это впервые? Да, вот за 50 лет, что я здесь живу, ни разу не было. Слышали у вас корабль выбросило на берег? Да, конечно, слышали. И что? Но это море, бывает так. К слову, 44 года назад в шахтерском порту сорвало с викорей сухогруз «Сан-Игл». Его протащило по морю примерно 15 километров. Судно не смогли вытащить. Теперь брошенный «Сан-Игл» ежегодно привлекает туристов со всей страны. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости.